Так, вот сейчас, кстати, раз уж мы о сечениях заговорили, о соответствиях и прочем, ну для нас не секрет, то что фактическое сечение и номинальное сечение это разные величины. Да. Вот большой вопрос, многие, к сожалению, до сих пор этого не понимают, бегают со шлангом циркулем по рынкам и что-то не находят его. Как же так сказать правильно, все это от незнания. Да, вот, ну, расскажите про номинальный, а что он изучает? Номинальный, значит, в пределах каких-то параметров. Ну, так, оптекаемо, нужно в управлении, правильная мысль. Есть такой ГОСТ терминное определение, изделие кабельное, он не помню, номер не буду брать, но он вообще доступен. Там написано все, что такое оболочка, что такое заполнение, что такое внутренняя оболочка и что такое номинальные фактические и расчетные размеры. И чем они отличаются? Чтобы донести какую-то мысль друг до друга, нужно говорить как минимум на одном языке. Когда человек говорит на пацанском понятийном, а я на техническом, нам сложно друг друга понять, чего хотим, и сложно достигнуть консенсуса и решить проблему. Поэтому переход на общий язык его решает очень многие вопросы. И, к сожалению, чаще приходится переходить на пацанский язык и выяснять ситуацию. Ну, он сейчас, в принципе, испортится, наверное, делал, потому что с этой целью вопросы задал. Да. Надо путь снимать. Поэтому есть, да, существует пацанско-технический разговорник, вот этот вопрос, который я назвал. Он облегчает понимание ситуации. Ну, с чего все начинается? Конечно, с тренификата соответствия. С радиоинфекти соответствия написано, что кабельный силовой и номинальным сечением жилья от полтора до трехсот квадратных миллиметров, с количеством жилья от одного до пяти. Как правило, вот для силовой группы вот такой сертификат будет. Соответственно, они идентифицируют, по-разному, кабель силовой на 0,66 кВт. Понятно. Номинальное сечение жил. Смотрим туда. Номинальный – это параметр, отклонение от которого нормировано. То есть, соответственно, номинальный размер любого изделия, соответственно, должен там он иметь 10 миллиметров. Значит, если мы, если сказано номинальный, значит, где-то в технической документации должен указан быть допуск вверх-вниз. Без этого слово номинальный не имеет смысла, никакого технического. Для кабеля, значит, номинальные понятия, точно так же номинальное сечение 1,5 квадратных миллиметра подразумевает возможность отклонения. К сожалению, конечно, поленились написать прямо в ГОСТе, какое это должно быть отклонение, чем оно рекомендируется. Чтобы это узнать, мы идем в ГОСТ, жил, так управляющий для проводового кабеля. На двоечку у него номер начинается, тоже не буду врать сейчас. Мы найдем, да, допустим. Нет, я его вам предоставлю, даже чисто видите, ГОСТ, никаких проблем. В этом ГОСТе написано, что номинальное, фактически, течение кабельных изделий не обязано быть равным. Прямым текстом это написано. А критерием соответствия является электрическое сопротивление. То есть отклонение вот этой величины в любую сторону диктуется требованием 12,1 Ом на километр. Дверь на сопротивление, да? Нет, прямое сопротивление, просто сопротивление жилого, 12,1 Ом на километр. Да. Все. И сможешь ты сделать это на одном квадратном миллиметре, честь и тебе и хвала. Молодец, герой. Ну, но 12,1 вы не дополож. Вот, собственно, чем задается. То есть, в реале, если номинальное сечение, по-моему, обеспечить, не номинальное, ну, как это, номинальное сечение получается на 1,38 диаметре, то предельное, которое 12,1 при хорошем виде можно получить 1,34. Но эта цифра, она рассчитывается, вот это отклонение, исходя из сопротивления. Поэтому вот это создает, конечно, место действий ситуации всяческих. Вот, и этот допуск определяется исключительным сопротивлением. Поскольку этот параметр является косвенным, конечно, люди плетут все, что угодно, выдумывают все, что угодно, а ПТУ можно то. То есть еще ПТУ сейчас отдельная тема. Да, заводит отдельный вопрос. Поэтому, вот, это отклонение, являясь расчетом, определяется сопротивлением. Ну, вот так немножко через попу, скажем так. Ну, тем не менее, это закон. В принципе, можно сказать, что какой-нибудь там самоделкин может со штангами-циркулем взять на рынке метр кабеля, разделать живо, померить ее несколько раз. Если, например, вот эти вот цифры, вот 1,38, да, получаются, то это нормально. 1,38, ну, это избыточно. Если не менее 1,34, есть надежда, есть вероятность, что он впишется в сопротивление. У нас, мы же делаем с ожиданием 1,35. Ну, то есть она где-то там, да, в сопке может танцевать вокруг этого, естественно. Она там и вниз, ну, бывает иногда 1,36, так сказать. Волочится вообще проволока, изначально у нас 1,165, или 1,36 вернее. 1,36 и 1,365 волочим. В процессе производства оно связано с перемотками, постоянно она немножко вытягивается. Поэтому волочим мы ее жесткий размер, там, 1,365. Волоки достаточно точно можно изготовлять, она немножко разбивается со временем, уменьшивается, ну, крайней мере, не менее. Вот. А на выходе мы получаем 1,36, 1,34, можем, это там, в самом русском месте, где где-то что-то дернули. И так далее. Ну, вот, вот с таким вот, Таиран с пару суток его не убьешь. Это очень высокотехнологичное оборудование, на котором прямо... Вот. Если говорить вообще по ряду сечений, есть у меня такая табличка, значит, отклонение, если, так сказать, построить таблицу по всем сечениям изделий, оно немножко разное получается, потому что ряд сопротивлений определенный есть. Но дельта 6% является проходной практически для всего ряда сечений. И при условии почти уменьшится. Поэтому, как сказать, если фактически от номинального отличается до 6%, здесь нет криминала, во всяком случае, откровенного. Вот. Если больше, да, уже нужно разбираться более серьезными средствами, инструментальными методами. Вот. Я всем-то именно так рекомендую. До 6% бить в набат, наверное, рано. После 6%... После 10% нужно бить однозначно. 6-10% это уже, так сказать, по ситуации. Ну, это уже, так сказать, вероятность тут несоответствия. Более 6% она уж там 90-80% подходит. Есть, по-моему, на 10-16 сечение, там толерантность на 10% по-моему проходной. Поэтому там тоже там креатива много. Начинают, интересно, довести 10% нормально. Ну, вот так выпадающая почему-то получилась одна позиция. Вообще 6%. Субтитры создавал DimaTorzok